Очередным примером того, как городские чиновники пытаются грабить людей, стала попытка захвата помещения, которое к коммунальной собственности города не относится. Но поскольку помещение находится в самом центре, на улице Екатериненской, понятное дело, оно стало предметом разыгравшихся аппетитов наших властимущих. Очередным примером того, как городские чиновники пытаются грабить людей, стала попытка захвата помещения, которое к коммунальной собственности города не относится. Но поскольку помещение находится в самом центре города, на улице Екатерининской, оно, понятное дело, не может не быть предметом разыгравшихся аппетитов наших властьимущих. Накануне представители департамента коммунальной собственности явились в частное помещение и начали с того, что, не смущаясь присутствием людей, находящихся внутри, просто выломали замки. Этот факт был зафиксирован, прибывший на место полиции. Неудовольствия этих господ из мэрии и их действия не остались незамеченными. Скажите, пожалуйста, вы на камеру можете мне представиться, чтобы мы потом репортаж сделаем? Почему? Ну, странно как-то. Вы же официально сюда пришли? Вы же официальное лицо? Вот странно. Официально приходят и отворачиваются. Непонятно. Хорошо, а вы официально можете представиться на камеру? Больше не могу представиться. А почему? Вы же официально сюда приходите. Я имею право знать, чтобы репортаж потом сделает. Нет, я имею полное право снимать. Я журналист, я могу показать удостерение. Ладно. Все-таки... Представитесь вы. Да, конечно. Представьте. Подаром Дмитриевич. Не желающие попадать в кадр товарищи ничем не побрезговали и даже стали обвинять присутствующих в том, что те якобы оказывали сопротивление с применением силы. Доказательства, правда, оказались хлипкими. И на представленных самими чиновниками кадрах их не только никто не ущемлял, но и даже наоборот пытались держаться от них подальше. Удивительно, но чем больше становилось представителей СМИ в помещении, тем меньше хотели показывать свои лица чиновники-рейдеры. Как, впрочем, и представляться на камеры. Мы хотим вашу точку зрения услышать. Почему вы здесь? Вы же так хорошо говорили только что. Я телеканалу Круг комментарий не даю. Почему? Потому что. Потому что. Удивительный ответ, не правда ли? Представьте, вашу квартиру вламываются некие граждане и, не смущаясь присутствием жильцов, начинают ломать замки. Скажете, такого не может быть? К сожалению, не только может. Это уже происходит. И снова просьба СМИ представится. Я без комментариев. А чего? Я устал от журналиста. Мы просим вас четыре предложения. Мне вас не сильно утомило. Меня уже утомило. Хотя бы откуда вы скажете? Я с департамента коммунальной собственности Одесского городского сада. А для чего вы сюда пришли? Все. Я сказал то, что вы пришли. Удивительная немногословность, граничащая с хамством. Хотя, казалось бы, представитель власти обязан действовать как законопослушный чиновник. Ну а раз этому господину объяснять происходящее не захотелось, выслушаем вторую сторону. Представителя собственника помещения и так. Как рассказал Алексей Шугалей, около 10 лет назад помещение было выкуплено у города, причем за достаточно крупную сумму. И сейчас собственник сдает его в аренду, в том числе в качестве приемной одного из депутатов Верховной Рады. Однако кому-то из муниципальных начальников это не понравилось. И тогда к вопросу подключилась судебная машина. С одной стороны, решение местного суда вернуть помещение в городскую собственность, с другой – постановление Верховного суда, переостановившее его. По прошествии 10 лет городской совет решил, получил судебное решение, в котором, не возвращая денег за данное помещение, он отменил право собственности покупателя. То есть, ну, так вот захотелось. Это очень удобно в данный момент действовать, совершать такие райдерские действия органам местной власти самоуправления, потому что гострегистраторы находятся в подчинении, находятся в ведении местных органов самоуправления, в данном случае, от детского горсовета. То есть, это же мечта, когда доступ к реестрам осуществляется теми, кто заинтересован в незаконном приобретении имущества. Есть решение суда, но работники горсовета пришли сами. Не пришли исполнители, нет судебного приказа. И самое главное, решение суда приостановлено ухвалой Верховного суда. Но, что интересно, ухвала Верховного суда не является достаточным основанием для работников Одесского горсовета прекратить свои действия. То, что прибыли господа, кому собственники не одни, а в сопровождении человечков в зеленом, наверное, уже никого не удивляет. Но как же, ведь буквально несколько минут до того, этот товарищ утверждал, что помещение принадлежит городу. Значит, и коммунальные услуги должны платить сами чиновники, или мы что-то путаем. С другой стороны, всем известно, что муниципальная охранка создана и призвана как раз для того, чтобы мародерские действия, которые позволяют себе представители местной власти, подкреплять силовым воздействием. Грозят вызовом вот этого вновь организованного коммунального предприятия, квазимилиции городской. То есть мы абсолютно беззащитны перед действиями местной власти. Почему? У них есть свои силовые квазиструктуры, у них есть свои исполнители, не исполнители, прошу прощения, регистраторы, которые вносят запись в реестр, и у них есть самое главное, вот как они считают, право наплевательски отнестись к определению Верховного суда Украины. Определение Верховного суда для этих господ, похоже, ничего не определяет. Правда, поняв, что просто вырезкой чужих замков и врезкой собственных дело не ограничится, этот гражданин, как впоследствии стал известный заместитель директора департамента коммунальной собственности, слегка заволновался и на нервной почве оголодал. Крутя в руках принесенный с собой замок, он то, забившись в уголок, жевал пирожок, то, как белочка грыз орешки, не кормят их там что ли? Вы стоите и махаете замком, для чего? Ну что, я, вас это раздражает или что? Я пытаюсь, а почему вы махаете замком? Я не махаю замком. А для чего я махаю? По-видимому, голос казался не только на желудке товарища, но и повлиял на память чиновника. Спустя пару минут он, беседуя с депутатом гурсовета Ольгой Квасницкой, уже утверждал, что никаких замков не менял, и что его владельцы помещения впустили добровольно. Ви зараз повинні розуміти, що якщо оці люди, які тут знаходяться, не хочуть виконувати рішення добровільно, я не знаю, кто тут находится, но вы не жали право сюди заходити просто. Да, они меня впустили. Мне вот сейчас предоставили, я смотрю, ухвала від 18 лет, 18-го року, вы бачили її? Да. Тоді взагалі не розумію, що ви тут робите. Еще раз, мы устанавливаем, кто тут находится. Это вы можете устанавливать своими рычагами, для того, чтобы судиться, заплатить, будь ласка. Куда заплатить? Сюди на цю адресу, але вы не маєте права помадить. Мы надсилали заплату. Все, тоді, будь ласка, покиньте приміщення и разом зі мною, бо мы с вами, вы чиновники, я депутат, мы не маємо права. Я отримую, це коммунальна власність, це коммунальна власність. На всякий случай, слабому на пам'ять чиновнику, а заодно тем, кто привык не отвечать за свои действия, напоминаем. Вот двери, вот сломанные замки. А вот и гражданин, который благополучно эти самые замки повыковыривал и попытался вставить другие. Правда, он тоже, по-видимому, очень скромный человек и не захотел народной славы, показывая журналистам больше спину, чем лицо. Да и начальник, похоже, так устал бедняга, что уже не только имени своего не мог вспомнить, ну и что делает в чужом помещении. Здрасте, скажите, что здесь происходит, в чём сыр божий? Нам уже рассказывали. Нам? Мне тоже. Вам не хочу рассказать. Отчего? Вы с прессой не хотите общаться? Устал общаться с прессой. Благодаря присутствию прессы, активистов, депутатов городского совета Ольги Квасницкой, муниципальные господа вынуждены были отступить. Но, как все мы понимаем, это временная мера. Мы хорошо помним, что произошло с помещением кафе-картопляники, на которое чуть более года назад положили глаз городские власти, как они добивали хозяйку старейшего городского кафе и как выбросили силы её на улицу. Несколько дней назад на улице оказались представители Одесского областного союза художников, чьё помещение тоже кому-то сильно приглянулось. Настолько, что не стали ждать окончания судебных разбирательств. И вот теперь ещё одно частное помещение и тоже на Екатерининской, как во всех перечисленных выше случаях. Совпадение? Не думаем. Скорее тенденция воровства, беззакония и беспредела, творимого местным царьком Геннадием Трухановым и его дворовым окружением.